Сначала хочу вас всех поприветствовать и поздравить с замечательным светлым праздником Крещения. Крепкого всем здоровья и всех благ. А наше сегодняшнее мероприятие будет посвящено новинкам литературы и интересным книгам. И начать я бы хотела с очень интересной и необычной книги, которая поступила к нам в 2023 году. Ну, это книга Анны Зиньковой «Путешествие мышонка». Книга необычна тем, что она с ароматными картинками. Эта книга не простая, а волшебная. Ты можешь не только послушать сказку, увидеть ее героев на картинках, но и почувствовать запах сказки. Ведь в этой замечательной книжке есть ароматные странички. То есть, нужно потереть страничку и ощутить аромат. Книжка про путешествие мышонка. То есть, путешествие, встречая новых друзей, он знакомится с разными ароматами. Вот, я вам ее передам, смотрите. Посмотрите, это у нас с нашим огородом. Чистом запахи, да, из огорода. Ну, а пока вы смотрите, я продолжу. Еще хотела бы остановить ваше внимание на романе «Марьян Петросян». Дом, в котором в 1927 году мы получили его в укрупненном формате и в бралевском форматах. Данный роман состоит из четырех томов. Он переведен на девять языков. И является победителем читательского голосования премии «Большая книга». В романе рассказывается о доме. Дом этот – это интернат для детей, оставшихся без родителей. Ну и, как полагается, в этом доме происходят всякие удивительные и невероятные тайны и путешествия. То есть, об этих тайнах и путешествиях говорится в этой книге. Так что рекомендуем к прочтению. Еще одна книга, которую мы рекомендуем к прочтению – это «Оправдание острова» Евгения Водолазкина. Автора таких бестселлеров, как «Лавр» и «Авиатор». Действия романа разворачиваются на острове, которого нет на карте, но все знают о его существовании. Его не найти в учебниках по истории, но события всем до боли известны. Согласно древнему предсказанию, остров ждут большие испытания. Ну а какие испытания и как с ним справятся герои романа – в книге советом прочистки. Также очень интересную книжку мы получили в прошлом году – это книга «История Савенка Лори. Удивительная жизнь в темноте». Изначально, да, это дерзкая книга, сказка о Савенке, но я думаю, что и взрослым будет интересно ее прочесть. Разрешите мне зачитать аннотацию автора. «Дорогой мой друг, ты держишь в руках добрую детскую книгу. В ней я расскажу тебе историю маленького Савенка Лори, необыкновенного и смилого птенчика. Особенность у Лори в том, что он воспринимает мир иначе, чем все остальные совята. Он отлично слышит, чувствует его, но совсем не видит. Идея написания книги, по словам автора, об удивительном и особенном Савенке возникла не случайно. Моя сестра Татьяна с рождения воспринимает этот мир на ощупь, звук и запах. Эта книга посвящена ей. С одной стороны, это мир в темноте, имеющий свои тонкости, которые важно принять, привыкнуть к нему и полюбить его таким, какой он есть. Лишь при этих условиях к нему можно обрести большое счастье. А с другой стороны, это единый мир для всех такой красочный, уютный и светлый. Книжка в укрупненном формате. И также есть эта книга по Брайлю. Также еще хотела обратить ваше внимание на две вот такие вот брайлевские книги. Ну а также они у нас есть и в озвученном формате. Это два детектива. Первый детектив Елены Саулиты, швейцарский счет. Немножко сейчас попавдали. Елена Саулиты это современная российская писательница. Она считает, что детектив это то, что берет читателя за горло в начале и не ослабевает хватку до конца. Отличается динамичным стилем повествования и хорошим литературным языком. Детективный роман «Швейцарский счет» это дань автора классику детективного жанра Себастьяну Жапризову. Вот сами слова автора. Я прочла «Даму с ружьем» в 20 лет и запомнила его на всю жизнь. Благодаря невероятно напряженной и динамичной атмосфере повествования мне хотелось попробовать себя в этом жанре, так и родился швейцарский счет. У книги «Необычная судьба». Детектив был написан в далеком 2007 году и пылился в компьютере автора аж целых 14 лет. Только в 21-м Елена заново отредактировала роман и в середине лета опубликовала его через создательскую платформу «Литрес», где он без всякой рекламы набрал быстро очень популярность. И даже в 21-м эта книга вошла в 100-100 лучших. Так что по сюжету, да, я не рассказала. В сюжете рассказывается о провинциальной молодой девушке, которая приехала там за большими, ради больших возможностей и все получила в один момент. Но затем, как понятно по названию «Швейцарский счет», ей пришлось за это все заплатить. Вот в романе ждут неожиданные повороты, очень необычный сюжет. В общем, советую прочтение. Также еще один детективный роман для любителей мистических романов, также есть и в озвученном формате. Это книга Елены Обуховой «Смотрящее окно». Также хочу напомнить, буду останавливаться подробно, что фонд в 2023 году пополнился и новыми произведениями различных форматов популярных у читателей библиотеки авторов. Это Сара Джилл, Наталья Александрова, Юлия Вознесенская, Екатерина Вельмон, Олег Рой, Анна Малышева, Александра Маринина, Мария Трауп, Карен Уайт и другие. И также в прошлом году было два больших поступления говорящих книг на флешкартах. Для тех, кто предпочитает формат говорящих книг, хочу напомнить, что у нас есть цифровая база говорящих книг, которая насчитывает более 30 тысяч наименований. И также вы можете оставить запрос на нужную вам книгу, которой нет в фонде библиотеки или в базе. Мы обязательно постараемся учесть все ваши желания и запросы. Ну, мы немного поговорили с вами о современной литературе, но не стоит забывать и о классике. Предлагаю вам в такой игровой интерактивной форме угадать имена некоторых любимых классиков, классиков юбиляров 24-го года. Может, после этого возникли желания перечитать непленные произведения классиков. Я сейчас зачитаю цитаты из произведения, а вы попробуйте угадать, что это за произведение и кто его автор. «Я тебя женю так, что и не услышишь». Откуда я так радуюсь? Нет? Ну, вот сейчас второй фраз и точит. Цитата их точно вы угадаете. «Поднимите мне вельки, не берите вельки». Первая цитата это была из пьесы «Женитьба», а вторая из «Повести вель» Николая Васильевича Гоголя. В 1924 году исполняется 215 лет со дня рождения Николая Васильевича. Дальше я зачитаю три факта, у писателя о ком идет речь. Вам нужно выгадаться. В детстве спас жизнь своему другу, провалившемуся под лед. В 15 лет был зачислен в ряды Красной Армии. Настоящая фамилия – Голиков. Гайдар. Совершенно верно. В 1924 году, 120 лет со дня рождения писателя и публициста Аркадия Петровича Гайдара. Ну и еще точка фактов. Попробуйте угадать произведение и автора по нескольким фактам. Первый факт. У главных героев изначально были другие имена. Второй факт. Автор пытался убить главного героя, но ему не позволили. Третий факт. Главному герою приходило столько писем, что пришлось нанять секретаря. Эльфа Петрова. Нет. Шагов. Шагов. Вот сейчас я раскрою эти факты. Сразу поймете. Поймете, да. Главными героями первой версии этюда в «Багровых тонах» был сыщик Шеридан Хоу и доктор Орман Секер. Позднее автор переименовал их в знакомых нам Холмса и Ватса. Во время своего путешествия по Швейцарии Дойл нашел идеальное место для убийства сыщика – Рахенбахский водопад. Он выполнил задуманное в рассказе «Последнее дело Холмса», но реакция читателей не заставила себя ждать. Дойл получал письма с мольбами и угрозами, поклонники выходили на митинги в траурных повязках, издатели посчитали свои убытки и забросали автора телеграммами. По легенде, писатель сдался, когда сыщика попросила вернуть сама королева Виктория. И в 1901 году увидела свет повесть «Собака с Кирвизей». Ну и о третьем факте. Многие слышали, что в момент написания книг о Холмсе адреса Бейкер-стрит, 221-б, в Лондоне не существовало. Но когда улицу продлили на север, этот номер дома оказался в числе тех, что принадлежат зданию строительного общества на его беду. Чтобы справляться с потоком писем, адресованных сыщикам, компании пришлось нанять специального секретаря. Позднее адрес Бейкер-стрит, 221-б, был официально присвоен думу, который фактически имел номер 239. И он стал музеем Шерлотта Холмса. В 1924 году исполняется 165 лет с дня рождения русского писателя Артура Кононова. Также хочется отметить и самостоятельную издательскую деятельность в библиотеке. Сотрудники готовят и дают для вас разнообразные интересные материалы. Вот, например, многоформатное издание под альбом картин с тифлокомментариями Гречишкин «Человек мира». То есть, что он из собой представляется. Здесь есть небольшая библиографическая справка у художники. Дальше идут изображения картин и описание тифлокомментарий этой картины. То есть, здесь очень много картин. Укрупненным шрифтом, Брайлевским шрифтом. Ну вот, например, картина у Эльбрукса. То есть, попробуйте, да, представите. Вот, я сейчас зачитаю небольшой тифлокомментарий. Летом. На береднем плане горные вершины, покрытые зеленью. Слева на самой вершине можно видеть всадника на коне. На заднем плане горделиво возвышается красавец Эльбрукс. Он занимает практически все пространство картинок. Его ослепительно белые вершины вместе с прикосновением с небом постепенно становятся пенчато-серыми. Теряются в голубизне безоблачного неба. Оно и венчает всю композицию. Можно буквально физически ощутить бесконечный простор и свежесть горного воздуха. Я пущу? Ниже чуть-чуть, чтобы вы познакомились. Вот туда, сюда. Еще немного я хотела бы рассказать о новых периодических изданиях, которые будут приходить в этом году. Это журнал «Дачный клуб». Ежемесячное издание, в котором собрана самая актуальная информация о том, как правильно сажать, собирать урожай, растить и ухаживать за цветами, кустами, садом и огородом. Также у нас новинка – это газета «Пенсионер России о жизни и для жизни». Здесь, в этой газете, публикуются материалы о всех пенсионных изменениях, о социальных льготах, даются юридические консультации, рассказывается о том, как поддержать здоровье, как физическое, так и духовное. Даются полезные советы по домашней экономике, саду, огороду и кулинарии. Также мы будем получать в 2004 году новый научно-популярный журнал «Думай». Это 100 страниц интересных и полезных материалов обо всем на свете. И также у нас новинки в категории «Женские журналы». Это «1001 совет женщинам», журнал «Дарья» и два журнала о рукоделии, «Все для семьи дома рукоделия» и «Бутик трендс», «Идея для шихья». И также новиночки у нас в детских журналах. Это журналы «Веселые картинки Филя» и «Научно-познавательный квальтик» и «Юный эрудит». Так что приходите за новиночками, будем рады вас видеть. И также о новинках краеведческой терапии к нам пришли наши любимые ставропольские писатели. И хочу передать слово Ольге Борисовне Семеновой, Ольге Боре, нашей дорогой лучезаре. Спасибо. Друзья, дорогие, я тоже поздравляю вас всех с праздником. Всем здоровья, долголетия, изобилия, процветания, радости от жизни и хороших вестей. У нас вышел Альманах родники Ставрополя, номер 8. Он выходит под эгидой Российского Союза профессиональных литераторов, в который входит Ставропольская региональная организация «Союз профессиональных литераторов». Этот Альманах отличается от предыдущего некоторыми моментами. Также есть и фроза, и поэзия, но появился раздел по краеведению, о людях и о природе. К сожалению, докладчик по этой части болен сейчас и не сможет прийти, Василий Леонидович. Но я немножко расскажу. Значит, наша гостья, Татьяна Ивановна Рафунова, пишет о своей учительнице по вокалу. Очень интересный материал. Вот, сейчас. Так, ну вы вообще прочтете, о чем я буду рассказывать. Открывает этот сборник статья Татьяны Резинкины о нашей поэтессе Марине Луновой. Представляете, живет в глуши. Левокумский район, поселок Заря, хутор Первомальский. Ну такой бриллиант, такой талант. Тоже ее стихи стоит почитать и ознакомиться с ее творчеством. Из фрозаических произведений у нас присутствует Вадим Николаевич Симонов. Председатель клуба капитанов, изобретатель. Ну в общем, это уникальнейший человек. О нем можно говорить много, как он на Комсомольском озере катает молодежь и детей в праздники. Ну я думаю, Вадим Николаевич сам сейчас скажет. О себе. Говорите о себе. Уже пора? Да, да, да. Владимир Николаевич Симонов. Я на данный момент работаю в МЧС. Есть поисковый спасатель отряд у нас в Ставропольске такой. Я там обслуживаю радиостанции. Только связь нужна всегда для того, чтобы наши спасатели кого-то искали, где-то обнаруживали и так далее. То есть, чем я сейчас занимаюсь. Писать я начал очень давно. В основном это было в стол, все это писалось в 90-е годы. Потом познакомился с Ольгой Парисовной. Вот она говорит, ну давайте ваше произведение. И первый сборник родники Ставрополя. Туда вошли несколько моих рассказов, повестей и так далее. А до этого я путешествовал на своей парусной лодке, которую построил на лоджии пятого этажа, поскольку не было ни мастерской, ничего, где это все было строить. Вот на пятом этаже на лоджии построил парусную лодку трехметровую. И когда меня спрашивают, а что такая маленькая трехметровая? Ну потому что лоджия была длиной 3 метра и 30 сантиметров. Длиннее была бы длиннее лоджия, и лодка тоже была бы немножко подлиннее. И потом со своим напарником мы проплыли тысячи километров на этой лодке парусной. Мы проплыли весь Маныч с выходом в Дон. Потом внизу в Дон обошли на этой парусной лодке, посетили древний город Танаис, где хороший музей. Это был древний город на берегу Дона, куда приплывали греки, торговали здесь. Ну и считается, что это был греческий город. Ну на самом деле это был скипский, древний скипский город, куда приплывали греки. Потому что это и архитектура там отнюдь, не греческая, а все это небольшие домики стояли. Посредине улиц были колодцы, то есть вода, которая стекала с крыши, она стекала в эти колодцы и для бытовых нож потом использовалась. Мы как раз попали в Танаис, когда там проходила экспедиция, совместная российская-немецкая экспедиция. Они еще что-то раскапывали, но как правило туда используются студенты в нашем учебном заведении исторических, там где есть факультеты исторические. Вот и студенты, значит, они практикуются на раскопках. Мы как раз это сфотографировали все. Потом третье путешествие у нас состоялось, это по Волге уже. Мы пошли от Черного Яра, там древняя старая церковь 17 века Петра и Павла. И поэтому мы всегда свои путешествия с моим другом Севой мы привязывали к каким-то историческим местам. А цель путешествия по Волге, это было посещение города Сарай-Бату, столицы Золотой Орды. Находится это в районе сейчас поселения Селитриного. Вот мы туда по Волге, значит, доплыли до этого Селитриного. Походили, там посмотрели раскопки на берегу. Ну, значит, ну это фактически не Волга, а это проток, там проток проходит, значит. Вот мы туда доплыли, походили, посмотрели, пофотографировали. Ну, в результате моих путешествий вышла вот такая моя книга. Она называется «Тысяча километров мечты под парусом». Я два экземпляра принес подарок вашей библиотеке. Здесь как раз описание вот этих наших всех путешествий. Ну, часто меня спрашивают, какие-то вот попадали бы в какие-то экстремальные там ситуации и так далее, потому что это интереснее. Ну, просто проплыл, тихо, спокойно, да, попадали. На Волге, значит, мы как раз отчалили с одного места стоянки, и налетает очень такой сильный шквал. Я, значит, управляюсь, я живу за Ромпелем, управляю лодкой. И потом смотрю, что моя лодка перестала служиться руля. Оказалось, что ломается перо руля при этом шквале, поломалось перо руля, лодка становится неуправляемой. И мы, значит, вдвоем села, значит, веслами, парусами, значит, начинаем управлять этой лодкой, причаливаем. Ну, и, в общем-то, такой случай произошел, значит, нас сломало перо руля. Ну, благо, я с собой всегда в путешествии брал инструмент. Ну, пока, значит, начал ремонтировать перо руля, значит, обрезал его ножомкой и дал все, значит, спиннинг. Пока я ремонтировал, значит, он уже приходит и приносит вот такого судака большого и щупу огромную уже поймал. И мы, значит, отремонтировал перо руля на этой лодке, приготовили уху, значит, сварили, пожарили эту рыбу. Вот это наше приключение, оно оказалось довольно хорошее, а мы еще умудрились поймать вот эту рыбу. Спасибо. И я с вас отдам. В этой книге все это описано, все эти случаи, интересные моменты, как в виде трех путешествий. Спасибо. А как вы эту лодку? Ворот, и вы, что со своего этажа спускали? А, это всегда мне задает этот вопрос. Вы задаете? Интересно. Да. Валетельце спускали, потому что лодка же, она длиной 3 метра, но высота банка, это носовая часть лодки, там всего, она 50, там, чем-то сантиметром, поэтому мы повернули, и втроем ее, значит, спокойно. Вес оснащенной лодки с парусом, ну, в массе с парусами, где-то порядка 50 килограмм. И она, поэтому она легкая, лодка строится из фанеры, обклеивается стеклотканью на эпоксидной смоле, а потом, значит, грунтуется, красится белой красочкой, и все это выглядит довольно хорошо. А как же при волнах, если такая всему высота? Ну, поначалу, ну как, вот, где мы попадали, в основном, это на Волге, значит, там была большая волна. Ну, лодка 3 метра, а ширина 1,5 метра, то есть я ее делал довольно широкое, когда мы сидим по двум, один с одной борта, другой с другой, там, на банках, банки, сиденья, по-морскому называется. И когда мы, значит, сидим, то она довольно устойчивая. Лодка, перевернуть ее сложно. В первом путешествии, когда мы шли по маночью, попадали тоже довольно-таки свежий ветер был, мы, значит, пришлось нам, значит, причалить и переждать этому себе ветер, а потом уже дальше путешествовать. А тогда я в следующем путешествии уже приготовился и сделал на парусе, который называется Грот, это большой основной парус, рифы. Рифы – это отверстия или шнурки, когда можно уменьшить площадь паруса, то есть майнаешь парус, опускаешь его, привязываешь его к гиппу, и тогда площадь паруса становится маленькая, и лодка довольно хорошо идет, и уже мы не опрокидываемся, и идем нормально в этом плане. Значит, продолжение всей этой истории, в 2000-х годах в церковь, в церковь, в крестоводвиженской церкви, значит, там, меня попросили сделать освещение, там, значит, наружнее освещение, потом там была иконописная мастерская на колокольне, я там, значит, делал освещение внутри, и там организовалась такая группа энтузиастов, которые тоже хотели построить какую-то лодку парусную и так далее. Это был Виталий Иванов и Сергей Баранов. Они меня попросили, я им, значит, принес книжку у Ветрова «Пионерская судоверфия», есть такая книга, давно она вышедшая, и, соответственно, мы, значит, начали там строить первую вот эту парусную лодку. Вы все не рассказываете. Я думаю, что организуем встречу с вами однозначно. Вы видите, какой интересный рассказчик. Хотите, чтобы была встреча? Да. Значит, однозначно. Владимир Николаевич, будет встреча посвящена вам. Хорошо. Если есть еще сказать, вы дополните потом. А сейчас, пока я выступлю, прошу. Еще два слова скажу. В церкви Александра Невского, там большой ангар, где тоже в свое время начали строить большую лодку, довольно большую, Шверкбот, Робинзон называется он. И вот я принял тоже участие в окончании постройки. Она была освящена вот на предыдущем празднике, значит, церковной. И вот эта лодка выйдет, она как лодка тренера называется. Она выйдет уже в этом году на акваторию. И, в общем-то, молодежь, которая ходит и занимается в этот детский акт-клоп, который мы организовали в 20-х годах, он до сих пор существует. Там дети приходят, учатся ходить под парусом. База на Игорлыцкое водохранилище каждый год. Там организуется база, ставятся палатки. И приезжают дети с родителями, начиная от малого возраста, с Сережа Баранова, с ребятишками, которые уже выросли, взрослые, которые уже научились хорошо ходить под парусом. Они вот молодежь, значит, в этом детском акт-клубе обучают и готовят из них будущих моряков. Вот так, спасибо. Такие вот у нас писатели, видите, что... Это еще не все. Там можно рассказывать до бесконечности. Поэтому я немножечко... Книга подобарится книги, значит. Да, да, да. Есть еще у вас «Кавказская мозаика», по-моему, да? Большая такая книга. Да, выходила в 2013 году, вышла книга «Кавказская мозаика». Она есть в книжных магазинах, и в некоторых наших библиотеках тоже мы отдавали в библиотечные фонды. В этой книге мои материалы, как раз первый материал, там называется «Строим парусную лодку». И там начиная от теоретических изысканий, проектирования, и вплоть до управления лодкой. То есть можно брать, читать и... Строите лодку и управлять. Читаете, да, строите лодку в любых размерениях. Ну, там еще есть материалы. Это тайна русского Булата. Я в свое время исследовал, что такое Булат. Прочитал работы Аносова о русском Булате. Нашел в крае двух ребят, которые занимались Булатом. Это в Донском, значит, там казачество. Они выплавляли булатную сталь, сделали два ножа из Булата и так далее. И в Грачевке там живет Дмитрий, парень, который, ну, мужчина уже взрос, он, значит, занимался тоже Булатами. Он изготавливает профессиональные ножи для охотников там и так далее. Вот он мне подарил в свое время небольшой сплавок Булата, из которого мы с моим другом Кузнецом расковали эти два сплавка Булатных, и сделали два Булатных ножа. Это было уже почти 10 лет назад. 10 лет назад я наточил этот нож, он у меня на даче лежит, и 10 лет я им режу, не точу, потому что Булат – это такая вещь, что очень для ножей, оружия, в общем, серьезная древняя сталь. Спасибо. Я хотела еще сказать несколько слов о Викторе Зьякове. Виктор Александрович, он ученый и в области молочного скотоводства, и пчеловодства, и вообще очень такой уникальный ученый. Но он написал, является членом Российского союза профессиональных литераторов, и он написал материал о Станиславе Павловиче Кучеренко. Его материал называется «Больше, чем друг». Может быть, кто-то знаком был с этим человеком, с Кучеренко. У него на редкость интересные биографии. Он выходец из простой украинской крестьянской семьи, где исповедовали всем сердцем революционно-коммунистические идеалы. После окончания института прошел путь от мастера на строительных площадках до заместителя председателя правительства Ставропольского края. Очень интересный человек, порядочный. Человек, на которого стоит равняться, и с которым стоит брать пример. К сожалению, его уже нет, но тем не менее, память о нем живет. И можно почитать о том, как он работал, с кем он сотрудничал. А также, поскольку я уже уповянула, что нет Кучеренко, у нас в организации тоже были потери. В прошлом году ушли два поэта, Александр Шатилов и Владимир Яковлев. А совсем недавно сообщили, что погиб наш поэт, музыкант и бард, Самарин Вадим Николаевич. Может быть, тоже кто-то знал. Уж, к сожалению, такие потери и есть. Значит, очень много авторов в этом альманахе. 28 человек. «Любимый край природы» Татьяна Резинковна, Виктор Дьяков, Людмила Сипина, известная, она сюда тоже приходила, Светлана Берякова, Тамара Фаренко, Василий Гаазов, Любовь Коломеец, Татьяна Рыкунова. Прозим Александр Кондратенко, тоже известный всем, И журналист, и миллиоратор, и профессор Маэр, То есть академик Маэр, Олег Беликов. Кстати, мы озвучиваем сейчас книгу Олега Беликова «Путешествие за грани». Это незрячий писатель, который написал целую серию книг «Босиком по лезвию пленка», книги духовной направленности. А вот ту, которую я сейчас озвучиваю, это «Путешествие за грани», где он описывает фактически себя, маленького ребенка, которому в роддоме закапали муравьиный спирт, вместо альбуцида, и вот он всю жизнь, в общем-то, на всю жизнь остался незрячим. Но удивительно, насколько тонко, насколько точно он все описывает. И вот в каждом альмонахе есть главы из его вот этой книги «Путешествие за грани». Первые две книги у него уже вышли, а третья и четвертая еще нет. В общем, все будет у него в четырех книгах. И по семилетиям он разделен. То есть, 7 лет проходит, и человек меняется. То есть, 7, 14, 21 и 28. Вот такой будет расклад в этих книгах. Ну, Владимир Николаевич уже рассказал о себе, о своем творчестве. Элина Кульпинова, Алла Ёлкина, Николай Блохин, Татьяна Кузнецова, Оксана Дерина. Это у нас авторы в прозе. Первый идет Владимир Яковлевич. Он, перед тем, как он ушел, подаил мне макет книги «Русский гольд Донбасса». И стихи из этого произведения, из этой книги здесь есть в нашем альмонахе. Сергей Лобанов, воюет сейчас в СВО. Тоже его стихи здесь есть. Василий Верещак. Это у нас вось нашего альмонаха, поэт-самородок, родившийся за год до начала Великой Отечественной войны, в Ипатова. В 68-м году по распределению уехал на Утай, а в 71-м вернулся в Ставропольский край, в город из Альмонаха. Работал на разных должностях, от главного инженера совхоза Мичуринского, до начальника районного управления ЖКХ. Но человек пишет очень хорошие, качественные стихи, и поэтому мы его тоже поместили, его стихи «Наш альмонах». Алана Бирюкова. Это псевдоним Светланы Ивановны Бирюковой из Гуденовского района, село Архангельское. Тоже очень интересные, достойные стихи. Она члена РСПЛ. У нас в основном члены союза, но 8 человек гостей в этом альмонахе. Молодые. Алена Рейман. Она работает сейчас смотрителем в новом музее в Большом площади Владимирской. Ой, как хорошо, что Татьяна Рейманула пошла. Валерия Кириллова. Солнечная поэтесса из Кисловодска. Татьяна Самарина, Александр Головко, Светлана Зиновьева, Марина Нестеренко, Лариса Головкова, Тамара Харенко, Наталья Серегина. Вот столько у нас автор. Ну, поскольку я уже сказала о прозе, а подошла наша Татьяна Федоровна, я хотела бы, чтобы она тоже сказала немножечко о себе, о своем творчестве. Она гость альмонаха, но, в общем-то, кандидат для поступления в Российский союз профессиональных литераторов. Татьяна Федоровна, пожалуйста. Ну, стаж, педагогическая работа. Сюда выходила. 41 год. 41 год педагогическая работа. Социально-психологическое образование у меня. Вот и педагог-психолог, и педагог, или преподаватель психологии, но работала социальным педагогом, работала педагогом доп. образования. Вот. И вот сейчас я пока не работаю, потому что я, по-главной, передачу пенсии, но это все такое материальное. Потом я снова буду работать и буду дадать свою творческую деятельность. Мои дети занимали первые и вторые места по защите своих проектов. Я помогала как методист. Я работаю в основном по теме казачества, по сохранению русско-казачьей культуры, русских традиций. Вот об этом знают многие в городе. Я являюсь заматом на работе с молодежью. Это у нас казачья-старапульская городская община. Мы находимся на базе преображения Господня у отца Владимира. И, значит, там проводим свою благотворительную деятельность. Сейчас у нас там организована БОС для фронта. Мы помогаем ребятам на фронт, отправляем все то, что привозят и приносят наши жители нашего Старапульского края, нашего города. Наши ребята туда каждый месяц ездят и возят коммунитарку. То есть большая миссия выполняется. Все это абсолютно бескорыстно и безвозмездно. Вот, и, значит, вот я работала в системе общеобразовательной школы, гимназия. Там сделаны большие проекты, в которых участвовало ваше общество. И участвовала Ольга Борисовна как председатель. Мы проводили огромное количество мероприятий в городе. Вот была, буквально в прошлом году мы проводили в театральном сквере, да, было, к дню края. Был большой мероприятий, там мои дети танцевали, пели, читали стихи, участвовали. То есть такие вот у меня активные дети. Но эту тему я продолжаю. Мы посещали книжную выставку Ольги Борисовны, читали ее сказки, читали ее Мудринки, Софийки. Все это мы изучили, посмотрели. Были на казачьем подборье, там тоже было очень интересно детям. Все это увидите в блоку, шашку казачью. То есть это все для развития детей. Должны знать историю Старапульского края, традиции казаков, потому что наш Ставропольский край казачий, наши Ставропольные. Ну, работаю в каком плане творчески. Тоже пишу рассказы, литературные миниатюры. Вот один из рассказов, наверное, я думаю, что вошел в этот сборник. Прочту. Хорошо. Сами прочту. Я просто хочу сказать, какие у нас интересные люди, интересные папы. Я пою еще казачьи песни, исполняю казачьи песни много лет. Вот недавно я была в санатории военном, в Весентуках. Меня пригласили туда исполнить песню для наших казаков, сам казаков и ребят. Солдат, которые там проходят реабилитацию, это СВО. А вот участники СВО. Я пела песню казачью. Ну, были благодарны. Вот один даже сказал, спасибо тебе, сестра. Хотя я ему мало по утренству. Ну, слава богу. Ну, ладно. Все хорошо. Я очень благодарна. Ну, вот, где только можно дарить казачьи песни, нести казачью культуру. Желаете послушать? Сама пить губы, сама готовлю. Сама, да, да, да. Сейчас кончик, пожалуйста, хотят послушать. Ну, пожалуйста. Ну, помогайте тогда мне. Я же не сказала, спельки. И петиция была позавчера, поэтому, наверное, голос у женщин почему-то, он просыпается после 10 утра. Вот такая особенность физиологическая, голоса. Вот, к обеду, вот он уже более-менее яркий, но все равно нужно распеваться. Ну, попробуем. Ой, то не вечер, то не вечер, ой, мне малым могло спалось, мне малым могло спалось, ой, да вас не привиделось, Мне малым могло спалось, ой, да вас не привиделось, мне во сне привиделось, Будто конь мой вороной. Разыгрался, расплясался, ой, да разрезвился подо мной, ой, ой, разыгрался, расплясался, ой, да разрезвился подо мной, ой, налетели ветры злые, ой, да с восточной стороны, ой, да сорвали черную шапку, с моей до буйной головы, ой, да сорвали черную шапку, с моей до буйной головы, ой, да саул догадлив был он, сумел сон мой разгадать, ой, пропадет он, говорил, Твоя до буйная голова, ой, пропадет он, говорил, Твоя до буйная голова, Следующий у нас раздел критики, который тоже появился в нашем альманахе не так давно, и его возглавляет и ведет Татьяна Павловна Кистрякова. Но поскольку ее нет, у нас не будет связь по телефону, аудиосвязь. Сейчас девочки настроят нам, и мы послушаем Татьяну Павловну. Также здесь еще материал Владимира Ковыльного, Ленченко живет недалеко, но не пришел. Тоже так скажу. Да, скользко, по этой причине многие не пришли. Вы пришли, потому что герои, потому что хотели прийти. Молодцы, я вам благодарна. Всем, каждому один из всем вместе. Слушаем Татьяну Павловну. Татьяна Павловна. Да. Да, слышим. Слышите? Да. Вы мне сейчас даете слово? Да, да, даем слово, Татьяна Павловна. Что? Даем слово вам. Хорошо, спасибо. Добрый день, друзья. Я не сомневаюсь, что сейчас в Тали присутствуют истинные ценители поэзии и прозы. И не только ценители, но наверняка и начинающие и уже умудренные опытом писатели. Думаю, что очередной выпуск нашего альманата «Родники Ставрополья» будет интересен вам и полезен. Во всяком случае, мы постарались максимально расширить его рубрики, а также диаграмсию публикуемых авторов. Нашедший год для Российского Союза профессиональных литераторов ознаменовался многими очень слабыми событиями, некоторые из которых нашли свое отражение и вальмонахи. Одно из них — это совместный проект Союза, с ротойкой, с рейтой библиотекой для слепых и слабовидящих имени Маяковского. по изучению любительской поэзии Ставрополья. Сразу хочу оговориться, до сих пор, к сожалению, никто так серьезно не озадачился проблемами любительских авторов и литературных объединений Ставрополья. Мы попытались немножечко изменить эту ситуацию. И результатом этой работы стала моя статья вальмонахи под названием «знакомая-незнакомка». Вот только небольшой отрывок из него. Несколько утеряем любительское понятие двузнедельное. В нашем сознании он может ассоциироваться со словом «любящий», а может и с такими понятиями, как «дилетантское», «эпигонское» и даже «грокомандское». Однако данное ассоциирование не всегда бывает оправданным. Так, впрочем, и применение профессиональной поэзии и физиков талантливое и геннадимое. Эти двух профессиональных поэтов зачастую встречаются стихи проходничьи. В то же время авторы и любители могут быть интересными и самобыстными поэтами. Выходит, что все смешалось в нашем королевстве. Вот и давайте разбирать. Оговорюсь, статья получилась неоднозначная и дискуссионная. Поэтому в конце нее я пригласила читать, а сейчас приглашаю и вас, дорогие друзья, к обсуждению вводит и проблемы. А легколедия Монаха в свою очередь обещает в следующем его номере опубликовать разные авторские точки зрения по данному вопросу. Так что претерединяйтесь. И еще, что касается любительской поэзии. В армонахах, выпускальных Российских Союзов профессиональных литераторов, в этом году была открыта новая рубрика «Судный верместаж», в которой планируется знакомить читателей, творчества, членов многочисленных литературных объединений края. В этом году у нас в гостях был литературный авторитет из Кузького Союза. Как литературный ритик, изучающий Ставропольскую поэзию, рекомендую вам также обратить внимание на соответствующий раздел Альманаха «Ротники Ставрополья», где представлено творчество членов нашего Союза. Владимира Яковлева, Ольги Бори, Сергея Лобанова, Алены Грейман, Марины Руневой и других самобытных поэтов, а также на десе Владимира Ковызова о предназначении литературы в нашем обществе. Надеюсь, что присутствующие на презентации станут не только другими друзьями нашего Альманаха, но и его постоянными авторами. А в заключении я поздравляю всех вас, дорогие друзья, с крещением. Желаю всего силы, духа и веры. Верой в себя и надежно железнодородие. Праздник. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Замечательно. Я не смог прийти, но смог поучаствовать. Тоже приятно. Следующий у нас глава раздел называется по балагурям. Раньше он назывался юмор. Но поскольку я очень люблю копать к истокам русских слов и русского языка, в слове юмор присутствует мор. Думаю, надо как-то переназвать. И вот посоветовались и решили, что все-таки на Руси всегда были балагуры. И давайте мог по балагурям. Тут тоже 6 авторов. Ольга Бори, Татьяна Шулига, Александр Шатилов, ушедший от нас, Юрий Венедиктов, постоянный гость из Беларуси, известный музыкант. Он объездил весь мир. И вот его малюсенькие вот эти зарисовочки, миниатюрки просто порой, ну я не знаю, такой смех вызывает. Искренне. Деметрос, это псевдоним нашего Стригина Дмитрия Романовича и Александра Финогеев. Александр Финогеев, член Союза писателей России, он гость нашего альманаха. Он проживает в Николаеве. Сами понимаете, какая сейчас там обстановка. Но тем не менее, он продолжает свою работу бывший судовой врач, много оперировавший людей. И ему было чем поделиться. Он до сих пор выпускает где-то штук 10 или 11. У него уже книг рассказов плотских интересных, где-то грустные, где-то веселые, где-то вообще юморные. Ну вот по Балагорем у него тоже есть здесь материал. В песнях, ну к сожалению, тут только одна песня моя присутствует, называется «Беларусь». Эта песня написана в смысле слова этой песни написана давно. В стихотворении помещено еще в сборнике я пришла в временном отрезке 80-х годов. Поскольку у меня муж белорус, и мы ездили в Беларусь, я очень люблю эту республику. Вообще, ну как считаю, республики Советского Союза, это наша территория. Была есть, правильно? Так же, как и Украина. Там наши братья, они сейчас страдают, потому что нато, вот эти все, ну не об этом речь, конечно. О грустном не хочется, хотя тоже погибают там наши ребята. Но, как песня, эти стихи появились где-то год назад. не вошел в этот сборник песни, не вошла на стихи Сергея Лобанова, песня о Замполита. Но она вошла в следующий сборник, который вот-вот должен выйти, называется «Пламенные сердца». И мы с вами тоже его будем презентовать, проводить презентацию этого сборника. Не знаю, я сейчас не совсем не совсем в голосе, наверное, не лишь на третьем точке. И последний раздел называется «Детям». Здесь мои стихи Ланы Бирюковой, рассказик Татьяны Самариной и стихи Василия Лаенко. Жаль, что не пришел Василий Ликентьевич, у него великолепные чудеские стихи. Мы проводили презентации его книг, но в основном, конечно, уклон был на детские стихи. Здесь помещены его загадки. Моя подружка молчалива, она серьезна и умна, расскажет больше, чем болтливый, писать, читать, считать, плетливых, научит, скажет, где и чья страна. Горячий, горячий. Загадка, что такое? Книга. Правильно, книга. У дуба то, что есть у книги. У книги больше в них интриги. У дуба они все висят, у книги строго в ряд стоят. У дуба лезруи. Правильно. Видите, как интересно, и деткам интересно, и взрослым. Но здесь вот нет его еще стишка, настолько интересного. Называется Капустенок. Но я думаю, мы его прочтем на следующей презентации «Пламенных сердцах». А рассказик Татьяны Самарь, ну совсем Малюсенький, называется «Счастье мое». Жил на свете маленький ежик. Он был самый любознательный из всех братьев и сестер. А семья у ежей большая, поэтому у мамы всегда много работы. Кстати, сама автор многодетной мамы. У нее пятеро детей. Она работает и в общем-то везде успевает. Однажды этот малыш встретил котенка. Тот ему и говорит «Ежик, какой же ты колючий, как тебе не повезло, вот я счастливый, мягкий и пушистый, а у тебя не может быть счастья». «А что такое счастье?» спросил ежик у котенка. «Не знаю, вот, но котенок, свернувшись калачиком». Решил ежик, что обязательно найдет себе счастье и отправился в дорогу. Встретил по пути курицу и спрашивает. «Уважаемая курица, скажи, у тебя есть счастье? Я для себя ищу». «Конечно, малыш, посмотри, сколько здесь червей». «Разве это?» Побрел он дальше. «Смотрит поросенок, лужа купается». «Поросенок, а у тебя есть счастье?» спросил ежик. «Конечно, есть. Это огромная лужа, есть мое счастье». Долго он ходил, встречая разных животных, примеряя чужое счастье, но ни одно ему не понравилось. Расстроился ежик. Он чувствовал себя таким несчастным. Травлый котенок не может найти для себя счастья. Тут маленький ежик понял, что ушел слишком далеко от дома и заблудился. Как теперь найти дорогу назад? Он больше не искал счастья, ему просто хотелось скорее попасть домой. Но где бы он ни шел, все казалось незнакомым. Расплакался маленький ежик. Он думал, что мама даже не заметит, что он пропал, искать не станет. Да и как она его найдет так далеко? Он стал смиряться с мыслью, что придется научиться жить одному. Вдруг ежик услышал, мамин голос, уже охрипший, но громкий. Она отчаянно звала малыша. Он радостно прибежал навстречу. Когда я жиха увидела его, воскликнула, счастье ты мое, ты нашелся. Я так боялась, что ты потерялась. Мама, а что, я и есть счастье? Конечно, малыш, самое огромное. Вот на такой ноте хочется закончить обзор нашего альманаха. Еще раз поблагодарить всех вас, дорогие друзья, за то, что вы пришли и поучаствовали в таком событии. Может быть, у кого-то вопрос? Друзья, можно сказать одно слово? Поблагодарить Ольгу Борисовну, нашего друга, которая всегда с нами. Только от нее излучается доброта, такое тепло ее сердце. Она всех нас объединяет, она всем нам помогает. И вот я с ней уже общаюсь 30 лет. Представляете, 30 лет мы друзья. И вот мы сколько в казачьих мероприятиях, сколько мы участвовали в казачьих кругах, на библиотеке, на втором филиале еще Мария Алексеевна работала. Мы столько-столько проводили разные встречи. Мы и пели, и у нас были гости. И то есть вот постоянно мы общаемся. Я очень благодарна. Вот такой маленький от меня подарочек сладенький. Это немножечко подпластичный. Спасибо. Скажите, а вот с Татьяной, извините за было отчество, не планируется встречу лично с ней, чтобы она побольше. Татьяна Васильевна Самарина? побольше. Она живет в Буденске, а в Левакумском. Далековастенько. Ну, может быть, мы все-таки пригласим ее с Умей. Очень интересно женщина. То есть у нас буквально все авторы уникальные люди. Убедились уже даже по тем, кто присутствует. Хотелось бы побольше пообщаться с ней послушать. Мы подумаем над такой просьбой, предложением. И, возможно, рассмотрим, может быть, вариант онлайн встречи. Взяли на заметку, продумаем. Может быть, делегация поедет туда, может быть, ее пригласим еще как-то. В общем, возможны варианты. Спасибо большое, что приезжают на какие-то конференции, на какие-то тренировки, задумываются. Спасибо большое. Ждем вас.